Слава Богу, нас ни в чем не обвиняют, адвокатскую группу, но по поводу нарушений я могу перечислить очень много нарушений, как в деле, которое так называемое дело Анищенко, так и в других делах, которые были перечислены, которым как минимум я, как адвокат, и наше обвинение имело отношение. — Начнем с того, что уже сказали, задержание адвоката. Да, был Александр Сергеенко, адвокат, который сопровождал юридическую деятельность Анищенко, предоставлял ему правую помощь. Его задержали сразу же 13 июня вместе с группой других лиц. Все, что написано в его обвинении, это практически дублирует статью 19 и 20 закона Украины про адвокатуру, то есть это те действия, которые адвокат осуществляет, предоставляя своему клиенту правовую помощь. Предоставление правовых консультаций, сопровождение хозяйственной деятельности юридических лиц, юридическое представление интересов в суде и так далее и тому подобное. То есть есть адвокат, компетентный, который знает ситуацию, который знает деятельность, связанную с обвинением. — Хорошо, а обвинение НАБУ в организации незаконных переводов денежных средств? — А вы хоть одно доказательство видели? — Я не видел, я спрашиваю, поэтому у вас. — Я тоже не видел и я не представляю. Я читал обвинение, там вот закон Украины об адвокатуре, функции адвокатской деятельности переписаны, но названо, что это сделано с целью осуществления преступной деятельности. С этим я категорически не согласен. По итогу Александр Анищенко ходит по рынку, ищет адвоката, потому что адвокат, который у него был, и который ему предоставлял правовую помощь, сидит в тюрьме и помочь ему не может. — Игорь, а вы общались с Анищенко, кстати? — Давайте этот вопрос я оставлю за пределами студии, потому что это вопрос адвокатской тайны. И я, в принципе, мы сюда пришли не общаться о том, какие у меня клиенты, с кем я общался. Общаться именно о общественном резонансе и общественных моментах, на которые надо обратить внимание по таким громким коррупционным делам. — Понятно. — Я хочу буквально два-три момента обозначить. Я не буду говорить про другие дела, я там не принимал участия, мне неизвестны материалы, но то, что касается по делу Анищенко, однозначно дело политическое. Того количества нарушений, которые было по этому делу, я не встречал, наверное, с начала 2014 года, когда наше объединение защищало людей, которых милиция задерживала для отчетности на Майдане, и обвиняла в том, что они жгли милицейские БТРы. То есть это и задержание адвоката, которому нечего предъявить. Это и то, как больного человека, который находится в бессознании и в реанимации, вывозили несколько раз в бессознательном состоянии в суд и держали по 7, по 8, по 9 часов до 12 ночи, пытаясь все-таки каким-то образом осудить. Но с большим трудом удалось убить судей. — Игорь, я просто понял вначале, что вы не хотите комментировать дело Анищенко, но раз вы уже сами говорите, вы мне можете ответить, почему Анищенко вдруг изменится? — Я понял своё мнение неделю назад, вот Николай, например, свидетель, он здесь мне отвечал и говорил, что Украину он не покинет. — А что же случилось и где он сейчас? — Я думаю, мнение Анищенко, наверное, лучше Анищенко никто не выскажет. — Ещё раз извините. — Мнение Анищенко и почему он его поменял, и почему он поменял свою позицию лучше всего выскажет Анищенко. Я думаю, этому время ещё придёт. — Мы пытаемся с ним связаться.